Уважаемый зритель! Также Борисову предстоят непростые объяснения с одним из самых влиятельных криминальных генералов Рамазом Дзниладзе – Рамаз Кутаиский. В ноябре истекли три с половиной года заключения, назначенные Костылю с судом. Он вышел на свободу. Его встречали давние друзья, в основном входившие в их общее окружение с другим вором законе Константином Генцбургом, а также брянские братки. Последних не очень жалуют в воровских кругах за их бесшабашность и любовь к показухе. Но Борисов давно нашел с брянскими общий язык и они плотно сотрудничают. Пока Костыль приходит в себя после лет, проведенных в колонии, потом ему предстоит решать серьезные вопросы. К числу положительных для него стоит отнести тот факт, его близкий друг, законник Олег Шишканов. Шишкан, за время отсидки Борисова, был избран держателем всероссийского общака, который по совместительству еще является и вором в законе номер один. Пока, правда, на троне Шишкан себя никак не проявил, занимается в основном прямыми обязанностями, встречается с мафиазией из регионов, принимает отчисления в общак. Шишканов видит, что в скором времени Костыль станет его верным помощником и правой рукой. Неприятных же разговоров у Борисова намечается сразу два. Первый связан как раз с активами Константина Гансбурга, Костя Гизя. После смерти последнего в 2013 году именно Костыль единолично принял в наследство все объекты покойного, в частности, множество коммерческих предприятий в районе Тушино. Однако крестным отцом Гизи всегда являлся влиятельный законник Рамас Дзниладзе, который короновал в свое время Костю. В момент его смерти Рамас находился в колонии, где отбывал длительный срок, поэтому не мог принять участие в дележе наследства. Дзниладзе вышел на свободу летом 2018 года, после чего ему было объявлено о запрете нахождения в России. Однако чудесным образом Рамазу пока удалось обосноваться в Москве. После освобождения Костыля непременно состоится беседа с Дзниладзе о судьбе актива в Косте Гизи. А вот удастся ли сторонам найти взаимопонимание или все перерастет в конфликт, предсказать сложно. Уже очевидная проблема ожидает Борисова со стороны клана мафиози Роланда Гигичкари, Ролан Шляпа, Мирабам Зарелуа, Дуяке, и еще целой группы связанных с ними законников. Они планировали, как только Костыль выйдет из колонии, спросить с него за то, как он обошелся в местах лишения свободы с гангстером Русланом Гигичкари, Шляпа-младший. Борисов вместе с криминальным генералом Сулханом Мжаве, Сулхан, подписал маляву о раскоронации Шляпы-младшего. Старшие товарищи последнего уверяют, что сделано это было в пользу администрации исправительных учреждений, которая имела зуб на Шляпу-младшего. Последние месяцы Ролан Шляпа и Дуяке для разбирательств с Костылем искали поддержки среди воров в законе, находящихся в России, сами они проживают за рубежом, но таковой не нашли. А без Тарана в Москве выяснение отношений с Борисовым имеет весьма призрачные перспективы. Однако такой Таран вполне может появиться, как только у Костыля произойдет серьезный конфликт с кем-то из обитающих в РФ законников. Тогда непременно будет поднята тема с Шляпой-младшим. Тем более, что раскоронацию последнего осудили большинство стражилов воровского мира, в том числе Бадрика Гуашвили, Бадри Кутаиский. Расбалт, 2 декабря 2018 года, Юрий Вершов. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик, и поставьте лайк, спасибо.